Да, последние недели, эти 7 недель перед Рошхашана, 7 суббот этих, да, называют субботами утешений, да, шаббат на хаму, суббота утешения, и читается стих из Писаний как раз, что утешайте народ мы, утешайте Иерусалим, утешайте, утешайте, спасибо тебе Господь за все, спасибо, благодарю тебя, Благоставляю великое имя Твое Господь, слава Тебе, слава, 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 аллилуйя, да, друзья, вот, а сам Господь сказал так, что оставляется дом ваш пуст, да, храм пустой, все, тот второй храм, а дальше сказал он, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне, аллилуйя, это в Матфея 23 главе в конце написано, Благословен грядущий во имя Господне, да, и молимся о духовном пробуждении Израиля, чтобы имя Иисуса Христа и Ишуа Машиаха, чтобы воссияло в Израиле, аллилуйя, Благословен грядущий во имя Господне, аллилуйя, Машиах, 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 ой-яй-яй-яй-яй, аллилуйя, Мессия, ждем тебя, да, мы ждем тебя, скоро мир увидит царя, Этот день грядет, придет, наш Господь грядет, и Он войдет в Иерусалим, да, Мессия, ждем тебя, да, мы ждем тебя, скоро мир увидит царя, Этот день придет, наш Господь грядет, и Он войдет в Иерусалим, Машиах, 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Машиах, 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 наш Господь грядет, Иешуа, Машиах, Иисус Христос грядет, Вся земля восстанет, славит, тьма уйдет навеки, Вместе с Господом мы будем навсегда, Вся земля восстанет, славит, тьма уйдет навеки, Вместе с Господом мы будем навсегда, Вместе с Господом мы будем навсегда, Мессия, 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 Аллилуйя Мощях, Мощях, Мощях Христос, Христос, Христос Иисус Иешуа, Аллилуйя Гляди Господь, да Аллилуйя Сегодня я слушал эту песню как раз Аллилуйя Спасибо тебе Господь Мессия, ждем тебя Да, мы ждем тебя Скоро мир увидит царя Этот день придет Наш Господь грядет И Он войдет в Иерусалим Аллилуйя Мессия, ждем тебя Мощях, Христос, мы ждем тебя Да, мы ждем тебя Скоро мир увидят царя Этот день придет Иисус Господь грядет И Он войдет в Иерусалим Мощях, Мощях, Мощях Иешуа, Иешуа Наш Господь грядет Иешуа Господь грядет Аллилуйя Мощях, 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 Мощях Иешуа, Господь грядет Мощях, Мощях, Мощях Иешуа, Иешуа, Иешуа Иешуа, Господь грядет имя Твое, Аллилуйя, Мессия, да, Мессия, да, хорошая песня, не слышал еще, а я вот слышал давно ее, когда-то давно, а сегодня как раз смотрел песни разные, мессианские, на мессианскую тему, и нашел, думаю, здорово, да, старая песня, и запись там была старая, правда, еще тоже, начало 90-х сделана была, но очень классная песня, а здесь на иврите есть она, но я не смогу прочесть, не смогу так быстро спеть ее просто, здесь очень так скороговорка прям в конце идет. Алилуйя! Мессия, ждем тебя, Машех, ждем тебя, скоро мир увидит царя Ну перевод не буквальный, а вот такой смысловой перевод, да, классный, сказан Этот день грядет, придет, наш Господь грядет, и Он войдет в Иерусалим Аллилуйя Мессия, ждем тебя, да, мы ждем тебя, скоро мир увидит царя Этот день придет, наш Господь грядет, и Он войдет в Иерусалим Мессия, 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 Аллилуйя Наш Господь грядет Мессия, 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 Иешуа, Господь грядет Христос, Христос, помазанник, Иисус Господь грядет Мессия, 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 Иешуа, Адонай, Аллилуйя И вот это вот, оно прям пелось так быстро, так скорая ворка прям, я так не смогу даже спеть ее, по-русски сложно спеть, а на иврите вообще не представляю, как-то быстро так прям Вся земля восстанет славе, тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда Вот так вот интересно Вся земля восстанет славе, тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда Вся земля восстанет в славе, тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда И оно прям так, прям, чуть-чуть-чуть-чуть так вот поется, интересно. И там инструментал, вообще, интересная очень песня такая. Да, это хорошо было бы, если там вот запись такой музыки была бы, да. Как минус называть, по-моему, минус, да. А, сегодня шел, значит, через переход там на ту сторону к малышке. Хотел купить мяты, сварил себе тоже домашнее мохито. Мяту и лимон просто варю. Классный напиток получается такой, да. А вот у меня чай. Вот, и пока шел за мятой, брата Вячеслава встретил. Давно уже не виделись. А он думал, что я уже уехал уже с Киева. Говорю, нет, говорю, я еще в Киеве, да. Я думал сам уже, что я уже уехал уже, но еще здесь, еще в Киеве, да. И здесь на Попудренко, через дорогу, где СНЛ офис находится, в среду будет служение. Меня пригласили туда. Вот, в среду вечером, в 7 часов вечера. Поэтому я сделаю эфир, начало самое, да, значит. А потом плавно, ну, прям там, наверное, сделаю. А потом перейду, сразу же продолжу уже, как вот, трансляцию с этого служения, собрания. Классно. Спасибо тебе, Господь. Это в среду будет. Тоже как раз хочу эту тему поднять, вот как раз. Машеха, Мессия, грядущего. Мессия грядущего. Спасибо тебе, Господь, за все спасибо. Благодарю тебя. Да, да, а сегодня, да, мы, пятница вечер. Здесь, в Киеве, вечер, по крайней мере. Вот, и уже завершается все пятница, завершается неделя. Вот, подходит к концу, прям уже совсем уже подходит к концу. Вот, и встречаем в субботу и вот этой песней о грядущей Мессии. Не знаю, прям вот эти ожидания. Вообще, ожидания возвращения Христа, да, они, не знаю, в христианстве, ну, они вот одни из основных ожиданий вообще. Да, у нас много чего связано вообще с этими ожиданиями. Вот, мы ждем возвращения царя, царей, Господа Господствующих. Потому что сам Иешуа, вот, он был и есть и грядет Вседержитель. Был и есть и грядет. Вот. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя за то, что ты и был, и есть и грядешь. Слава тебе. Спасибо тебе за все. Спасибо, спасибо. И эти субботы, утешение, да, эти семь суббот до праздника Рош-Хашана. Кстати, когда он? 20-го, по-моему, сентября, да, по-моему? Я ж не уточнил даже. Так, месяц Элуль идет у нас. Интересно. Это Рош-Хашана. Да, получается, представляете, в субботу 19-го сентября уже Новый год. Вот в такую же субботу, то есть, получается, тоже с пятницы на субботу как раз. Интересно. Вот. Будет новогодняя ночь. Новогодняя ночь. Вот. Да. Будем петь, да. Тихая ночь, святая ночь, Дремлет все, лишь не спит. Благоговенье святая чета, Чудным младенцем полны их сердца. Да, радость в душе их горит, радость в душе их царит. Уже ожидания предрождественские, уже вовсю, да. Собственно, Christmas time, если по совести, ну, обычно Christmas time у нас когда, да, после Дня Благодарения в Америке, допустим, начинается. Ну, и в Европе тоже обычно в это время как раз, вот, за месяц, за полтора месяца до Рождества уже Christmas time тоже в Европе тоже говорят. Вот. И, вот, а в Штатах, да, после Дня Благодарения, да, четверг, а потом пятница, черная пятница, да, пророчествует, что на Роша Шана произойдет восхищение церкви. Стоит ли верить? Я думаю, что не стоит верить, вообще, я сейчас просто не буду вдаваться в богословский анализ, но есть много очень несостыковок, очень много. Поэтому я не хочу, там, ничего говорить против, там, пророков, которые пророчествуют, вот, на это Роша Шана. Я слышал уже, мне уже прислали, уже не раз уже, мне прислали уже, там, несколько раз даже, в разных, даже, исполнениях эти пророчества. Вот, я не хочу этих пророков обижать, но, возможно, они что-то недопоняли, возможно, эти пророки что-то недопоняли, что-то недослышали, что-то не так услышали. Возможно, будут события на Роша Шана, на этот Роша Шана, будут события определенные, очень важные, такие, для Израиля вообще, для мира, для Ближнего Востока, по крайней мере, точно. Вот, но, а восхищение церкви, я думаю, что нет, это преждевременно. Хотя, если это будет, я буду только рад вообще. Я поэтому даже, братья написал, что, не помню, кому там, Рэбби Юзику, по-моему, написал, Рэбби Юзику, да, да, я написал, что, если это будет на это Роша Шана, я вечно буду только рад вообще. Поэтому я не против, я не против, но просто исследуя Писание, изучая историю развития, да, значит, церкви, Израиля, я вижу, что еще рановато. Хотя, кто я такой, чтобы у Господа указывать? Господь не нуждается. Мы можем одно предполагать, мы можем одно думать, да, но, возможно, так. Поэтому, в принципе, мне очень нравится, как Лютер говорил, Мартин Лютер, немецкий великий реформатор. Очень здорово сказал Мартин. Он сказал так, надо жить так, жить надо таким образом. Но он, правда, это не придумывал сам. Он перефразировал древние изречения еще блаженного Августина, который примерно то же самое говорил, но у Августина просто это было очень так вот пространно рассказано. А Мартин Лютер, это вот, как короткая такая телеграмма, он очень коротко все сжато выразил. И мысль такая у него была, что высказано, что жить надо таким образом, что Христос как будто вчера только умер, сегодня воскрес, а завтра уже вернется. Вот в таком настроении надо жить христианину. Да, очень хорошая мысль такая. Блажен Августин это выразил тоже в своих трактатах и не раз выражал вот эту идею как раз, да, еще в пятом столетии, представляете, еще в пятом веке, выразил такие же мысли, да, что жизнь христианина, она, значит, действительно, вот она в таком русле течет, должна проистекать настоящего христианина, что Иисус Христос, вот как будто он только что вчера. Как будто только вчера все эти евангельские события произошли, как будто только вчера он действительно, да, пролил свою кровь за нас, все, и мы были очевидцами, как будто только вчера еще этого. И как будто он только сегодня еще, да, на Зорьке он только и воскрес из мертвых, а уже завтра уже грядет во славе судить живых и мертвых, и царство его не будет конца. Поэтому, в принципе, да, вот как Августин говорил, как Мартин Лютер говорил, и многие другие отцы церкви примерно такую же мысль выражали, но вот все-таки у Лютера она очень, очень, так, краткость, сестра Таланта, он очень кратко и четко высказал эту мысль, очень хорошо. Я не помню там дословно, там, я публиковал ее уже у себя на Фейсбуке даже не раз уже, эту мысль. Цитату Мартина Лютера, слава Богу, так что, да, поэтому, даже если сегодня ночью придет Господь за мной и возьмет меня с земли, я лишь ему спасибо только скажу, честно говоря. Вот, я не против совершенно, я не против, я только за. Поэтому, с моей стороны, тем более Господу указывать что-то, нет. А касательно пророчеств, просто изучая эту тему, я понял, что, значит, еще рановато. Хотя, знаете ли, времена такие, интересные времена мы живем, товарищи, братья и сестры. Время сжимается, слушайте, даже неверующие люди замечают это теперь. Раньше только верующие замечали, да? Теперь неверующие люди замечают, что время как-то бежит, время убыстряется. И здесь дело даже не в урбанизации, дело даже не в техническом прогрессии, таком современном. Сам ритм внутренний другой. Так что, Ольга, готовимся, Виталий пишет, да? Собираем чемоданы. Аллилуйя. Не, ну шутка, конечно, там чемоданы не нужны. Да, это как та, значит, притча такая, сказка такая, притча, сказка, или как неканоническая притча, такая анекдот, значит, про одного пастора, который себе какой-то слиток золота копил, большой слиток золота скопил себе, где-то там под матрасом хранил, и однажды пришел ангел к нему и сказал, что все, я по твоей душу, пошли в рай, а он говорит, товарищ ангел, а можно я возьму с собой, я же всю жизнь копил, собирал, у меня такой хороший слиток золота, ну прям как бы большой слиток, ангел же говорит, ну ты же проповедник вообще, ты же должен знать, что на гим пришел, на гим ты уходишь, да я понимаю, но все-таки хочу как сувенир такой земли взять на небеса, короче, ну, и попросил ангела как бы, да, корову рыжую, ходят слухи в Израиле, да, да, про корову тоже, да, значит, уже находили не раз, но каждый раз выходил прокол с этой рыжей терицей, вот, и, значит, и про слиток золота, короче, ангел переговорил с кем надо там на небесах, ну, сказали ему, ладно, господин пастор, возьми с собой, батюшка, это слиток золота, и батюшка в тот раз подмышку слиток золота и пришел, значит, на небеса, вот, а там на него косятся, смотрят, там на него и говорят, вот чудак, человек, принес сюда кусок асфальта, да, то, что здесь на земле ценится, да, на небесах, оно совершенно не ценится, вот, Иоанн описал вообще царство, как какой-то ювелирный магазин, наверное, прям все, там все там золото, камни, все блистает, все переливается, интересно, да, спасибо тебе, Господь, за все, но там ценится то, что здесь на земле порой не ценится совершенно, там ценится действительно любовь, вера, надежда, там ценится вот сокровенный сердце человек, как говорится, да, там ценится нетленная красота, вот только хотел это написать, Виталий пишет, да, слава Богу, вот, а по поводу рыжей коровы, там, да, значит, дело в том, что для того, чтобы пепел ее сегодня имел действие, да, ритуальное, требуется пепел прежний рыжий к телеце, которого нету в наличии, а вам лично Бог не проговаривал, невеста его должна знать дату свадьбы, так говорили, так пророки, нет, мне не говорил, я не приглашен еще на эту свадьбу, слушайте, да, что-то да, не, ну, если пригласят, то я, я буду рад вообще, я буду рад, в принципе, с Господом мне все хорошо, вот, если пригласят на эту свадьбу, буду рад, если останусь, чтобы здесь благовествовать людям оставленным, как в фильмах там показывают оставленные, вот, значит, я думаю, такой бардак начнется на земле вообще, в человеческом роде, я как-то проповедовал на эту тему, о восхищении у себя в церкви, я говорил, вот, если кто-то останется из Писания, я так понимаю, что церковь будет проходить время скорбей, и да, и так, и так, я так подозреваю, что правы, все правы, понемножку правы, вот, потому что как с первым пришествием опозорились мы, так и со вторым тоже самое, я тоже еще не приглашена, а по правде мы почувствуем времена, да, аминь, аминь, да, как с первым пришествием, помните, как произошло-то все, нехорошо, как получилось, да, вроде все знали Писание, все ожидали Машеха, вот, Избавителя, вот, и проворонили, большей частью, да, прохлопали ушами, слушайте, и сегодня то же самое, слушайте, мало что изменилось, потому что мы рисуем себе свои картины, да, на основании тоже Писания, но свои картины, Бог не обязан действовать по нашим представлениям, вот, Он, то, что в Писаниях открыл, это не то, что мы себе представляем вообще, будет совсем иначе, я убежден, что будет, определенные верующие будут вознесены, определенные верующие будут останутся, и будут скорбь проходить, определенные верующие после дней скорби, скорби тех дней, да, возьмутся, то есть, хотя есть мнение, вот, допустим, да, значит, мессианских, современных уже раввинов, что вообще против, по поводу восхищения Церкви вообще не верят в это уже, потому что есть разные тоже толкования вот этих слов, что же означает вознесение вообще, что же, о чем же говорилось там в Писаниях вообще, буквально ли надо понимать это, или аллегорично, и по поводу второго пришествия Христа, то же самое, не все так однозначно, о, ничто, никто не знает, ни дня, ни часа, но Бог может растягивать время или сжимать, главный финал будет один, да, 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 аминь, 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 да, и вот сейчас время, оно сжимается, слушайте, это замечают даже неверующие люди, время сжимается на самом деле, не успеваешь многие вещи сделать, здесь, ну, раз, и еще неделя прошла, оп, еще неделя прошла, только тот шаббат закончился, уже новый шаббат начинается, да, так что, да, 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 это как разговор там, анекдот, да, разговор двух тюремщиков, спрашивает один там тюремщик другого, тебе сколько осталось сидеть в тюрьме? А мне, говорит, два года, а мне, говорит, два дня, да, говорит, тебе что, говорит, зима-лета, 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 а мне день-ночь, день-ночь, понимаете, значит, тоже, оно все так вот, порой зима-лета, 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 а порой день-ночь, день-ночь, тянется время, вот, и я верю, что Господь в эти дни, Он готовит пробуждение Израиля, это силище, я об этом много размышлял и молился эти дни тоже, и верю, что вот огромный потенциал Израиля, еврейского народа, он в евангелизме последнего времени просто высвободится, это потрясающе, ешивы готовят раввинов, да, раввины обучаются евриту, обучаются, согласно с вами, за время, да, и это готовятся кадры для последней евангелизации, огромнейшей евангелизации, тысячи и тысячи этих раввинов, они понесут благую весть о Ишуа Машиахе по всему миру, во всех странах, во всех народах, потому что, если отвержение их, оно стало этим чудом для всех народов, то что будет как принятие их, как не воскрешение из мертвых, воскресение из мертвых, я убежден, что сила воскресения Христа, воскресение Христово, она высвободится в этой евангелизации последнего времени, тем более, что судьба Израиля быть евангелистом для всего мира, судьба Израиля быть благовестником для всего мира, судьба Израиля явить Машиаха всему миру, вот поэтому я убежден, что даже если и большая часть церкви вознесется, именно, или же первая волна там пойдет, значит, то Израиль переживет огромные потрясения, Израиль переживет огромные пробуждения духовные, я думаю, что перена снимется, у меня сейчас еще внуки со мной, так глаза открыла, закрыла, и недели нет сегодня, показывает фильм восхищения, а, да, кстати, да, классный фильм, смотрел уже, да, шалом из России, шалом Израиль, да, Аллилуйя, шалом, шаббат шалом, слава Богу, шаббат шалом Россия, шаббат шалом Израиль, шаббат шалом всем святым по всему лицу земли, Аллилуйя, 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 да, и эту песню я слушал сегодня, и прям... Не получается мне ее спеть, все так вот, прям там в записи, так пели классно вообще, Отец, благослови, благослови, святой, Отец мой, Мащиах, Мащиах, Мессия, ждем тебя, да, мы ждем тебя, Скоро мир увидит царя, этот день придет, наш Господь грядет, и Он войдет в Иерусалим, Мессия, ждем тебя, да, Аллилуйя, да, мы ждем тебя, Скоро мир увидит царя, этот день придет, наш Господь грядет, и Он войдет в Иерусалим, Мессия, 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 ай-яй-яй-яй-яй-яй, Мащиах, 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 наш Господь грядет, Аллилуйя, Вся земля восстанет, славит, тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда, Вся земля восстанет, славит, тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда, Вместе с Господом мы будем навсегда, Мащиах, 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 наш Господь грядет, Мащиах, 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 Иешуа, Господь грядет, Аллилуйя, Аллилуйя. Да, еще раз читаю из Матфея 23 главы в конце, как раз, там много очень интересно таких пророчеств прозвучало как раз, И Мащиах сказал так, Христос сказал так, Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне, Аминь. Благословен грядущий во имя Господне, Аллилуйя. И Израиль воскликнет. Сегодня уже очень много евреев собралось в земле Израиля, Не все, конечно, далеко не все, еще добрая половина еще в рассеянии. Давайте еще за зубами помолимся, да, и еще один развалился, да. Ой-ой-ой, у меня же тоже, да. Ой-ой-ой. Господь, уж сделай зубы эти, пожалуйста, да. Я принимаю тоже зубы, и для сестер, для братьев чудеса эти зубные. Надо попрактиковаться, да, в такой небесной стоматологии. Господь, если земные врачи уже научились уже там даже наращивать зубы, как настоящие прям, не отличишь, То уж твоя небесная стоматология, она превосходнейшая намного. Господь, совершайте чудеса. У меня тоже корень, не могу, не могу год вырвать. Вот так вот, слушайте, да. Вот так вот. И у меня здесь зубов не осталось уже. Жевать нечем. Кусать могу еще, кусать. А жевать, ну, хочется и не только кусать, еще и жевать хочется. Вот, ну, кашку готовлю, да, значит, но хочется и кусок мяса отгрызти и пожевать. Вообще, да. Ну, ладно. А вообще, да, Ольга пишет, аминь. Вот, и Господь облагословит. Даже если восхищение будет сейчас уже. Даже если Господь, и вот на рожь хашана. Я не против. У меня тоже почти все вставные. Вот так вот, слушайте. Да, да, Господь, Господь. Даже если прям на рожь хашана уже скоро будет вознесение. Хочется даже и возноситься-то со всеми зубами. Как свидетельство славы Твоей, Господь. Я понимаю, что Ты все исцелишь со временем, да, все и в Твоем царстве, все будет исцелено, безусловно. Но пусть еще здесь на земле Господь прославится имя Твое Святое. Для свидетельства всем народам, всем людям, Господь, слава Тебе, благослови, да, аминь, 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 благослови, Господь. Сверхъестественно. Рост этих зубов, там, где уже невозможно, казалось, по-человечески, да, уже основных зубов уже нету, да, пусть они вырастают. Или прям сразу появятся, или постепенно, я не знаю, как, Господь, я Тебе не указываю, сделай, как знаешь. Или дай много денег уже тогда, чтобы можно было все зубы сделать так, как в Голливуде. Господь, спасибо Тебе за все. Ты Бог всемогущий, ты, и я знаю, что ты не, даже не, все, все встаны, наверное, останется при восхищении, Ольга пишет. Представляю, зубы на полку, да, вознесся, а это все осталось. Думаю, новые тела будут с новыми зубами, все обновленные, как у парнишки, да что, воскрес? Да, аминь, аминь, да, да даже не просто, как у парнишки, вообще будет все по-другому вообще. Там-то и зубы, они совсем, ну, по-другому-то, я-то убежден, в новом теле, в том, да, значит, в истинном теле, в истинной реальности. И зубы-то, они по-другому-то все, и все другое. Но мы узнаем друг друга, сто процентов, просто будем, ну, в своем истинном теле, не вот, не то, что сейчас мы видим, да, А в истинном теле своем принимаем, аллилуйя, да, аминь, аминь, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все. Благодарю тебя за твои чудеса, знамения, великие знамения. Человеческому уму просто непостижимые, и ангельскому уму непостижимые чудеса. Да, Господь, благослови нас, благослови. Аминь, аминь, аминь. Христиане зубатые, да, все христиане зубатые, аминь, аминь, прочитал сейчас. Да, спасибо тебе, Господь, за зубата христиан, не без зубых, зубастых христиан. Да, спасибо тебе, Господь, за все, спасибо, спасибо. Да, благодарю тебя, Господь. Да. Бабушка моя, татарская моя бабушка, Миньбану ее звали, она прожила большую жизнь там, тоже под 90 лет, и все зубы были свои целые. Представляете? Вот это да. Интересно. Сейчас вспомнилось что-то мне. Да. Господь, благостави, Боже, благостави, пусть это все действительно совершается, в наших телах чудеса совершаются. Аллилуйя. И хочу видеть чудеса еще больше. Я как посмотрел на Ника Вучича там несколько раз на эту тему, и потом другие там еще встречи тоже без руки, без ноги, вот, чтобы вырастали эти руки, ноги, я хочу видеть такие чудеса. Да. Еще не видел ни разу таких чудес, чтобы зубы новые вырастали. Такого еще не видел я. Слышал, что где-то оно есть, где-то есть, у кого-то оно случалось уже. Но я не знал таких чудес, не видел. Все от еды, еда, яд, и все разрушается. Да. Благоставляя нашу еду всю, да, во имя Иисуса Христа, пусть будет все на пользу нам. Нам же нужно благовествовать, являть славой Его, Ольга пишет. Да, аминь, аминь, да. Да, конечно, Господь, я готов и без зубом проповедовать, безусловно, но лучше уже зубастым, лучше уже действительно, да, иметь все. Вот от Тебя, Господь, да, это чудо. Спасибо Тебе, Святой, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Аминь, Валентина пишет, да. Да, аминь. Спасибо, Господь, за все. Спасибо, 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 спасибо. Вот почему такая ерунда происходит. Большие чудеса часто бывают у людей, которые еще к Богу идут еще, или только пришли к Господу. Почему такие большие чудеса редкие, вот уже когда ты, уже с Господом, уже давно уже живешь. Интересно, ну, неужели вот христианство какое-то наше, представления наши какие-то, они мешают нам, а? Но я по себе сужу, видимо мешают. Мне мешают какие-то свои, какие-то, не знаю, религиозные свои, какие-то твердыни, что ли, представления, не знаю. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть рушатся эти все твердыни. Во имя Иисуса Христа, пусть в разуме, прямо сейчас, рушатся всякие эти твердыни, все эти препятствия в сердце, все то, что мешает принимать от Тебя, Господь. Действительно, чисто Твое Евангелие, чистое Твое Слово, Твое исцеление, Твое благословение, Господь. Пусть эта легкость придет, Господь, действительно, да, от Тебя первой любви. Легкость первой любви. Слава Тебе, Господь. Хо! Аминь! Аминь, аминь! Да. А я все зубы проверяю. Не просто младенца, да. Бог снисходительный взрослый, а взрослые должны сами взять. Ну, видимо, да. Но как? Взять. А в Евангелии, наверное, были новые зубы написаны, исцелил их всех, да. 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 Аминь, аминь, аминь. Это точно. Это точно. Глаза. Да, глаза. Перола, да. Перола, да. А, грязь в глазах. Да, да, да. Все приходит по вере, Руслан пишет. Да. Аминь, аминь. Господь, помоги. Помоги. И я-то тоже понимаю, что по вере. Вот как? Как? Веруй, Господи. Помоги моему неверию. Помоги моему неверию. Помоги, Господь. Моей вере, помоги. И неверию, и вере моей помоги. Помоги, Господь. Ну, очень хочется эти чудеса иметь, на самом деле. Видеть эти чудеса, не знаю, очень хочется. Чтобы и зубы отрастали, и руки, и ноги отрастали. Я думаю, это будет, как в последние дни эти свидетельства Слова Божьего. Свидетельства Евангелия Христова для всех людей. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо Тебе, Святой. Спасибо. Спасибо. Благословен Царь наш. Благословен Господь наш. Благослови нас, Господь. И пусть совершается это чудо. И вообще чудеса эти Твои совершаются пусть. И связанные с зубами. Интересно, что иногда чудеса происходят вообще без нашего участия. Иногда. Да, вот то же самое. Иногда. Ой, мне бы сейчас зубы пригодились бы. Алла пишет. Да, такие чудеса дороговато стоят. Оля пишет. Ну, заплачено за все же, в принципе-то. За все заплачено уже. Мы же не просим там чего-то такого, знаете ли, звезду с неба. Вот. Мы просим, в принципе, то, за что уже заплачено уже. Потому что ранами Иисуса Христа мы уже исцелены уже. Вот. Я так понимаю, что да, грехи прощены уже. Хотя, опять-таки. Ой. Я вот говорю все, да. И себе говорю, и людям говорю, и в этих эфирах говорю постоянно, что да, грехи наши прощены. А сам тоже часто, вот в эти дни тоже. Вот. Опять вспоминаю что-то, вот, непрощение. Я понимаю непрощение по отношению к себе. Не могу себя простить. Вот. Прощаю потом опять. Да, за чудеса уже заплачено. Александр пишет. Да, аминь. И заплачено за прощение наше, за исцеление, самой огромной ценой, которую можно было себе представить вообще. Да. Самая огромная цена. Действительно, кровь Иисуса Христа. Я думаю, что вот эти чудеса, знамения в последнем времени. Вот Израиль, как он пробудится. Возможно, это будет даже не просто словесное убеждение. Кого-то проймет и так. Батюшка Сергей, Марина пишет. Сходите пока вы там, в Киеве, в церковь благословения отца к пастору Дмитрию Лео. Да. Дай Боже, да. У них служение я, значит, не посещал еще. Даст Бог, посещу. Вот. Слава Богу. Вот. И запись я видел уже, да. Смотрел, значит, на Ютубе. Слава Богу. Понравилось мне, да. И слава Богу за все. Спасибо, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. И я убежден, что пробуждение Израиля, оно будет во многом связано как раз вот с такими просто лавинами чудес и знамений. Которые убедят всех и вся. Чудес. Еврейская душа, она жаждет чудес. Хотя еврейская всегда составляющая, это мысль, да, это идея, это идеология, это теология, это изучение, да, грызть гранит науки, будем так говорить, да, это всегда еврейская составляющая. Но все-таки в глубинах своих еврейский народ больше даже, чем вся стабильная народа ждет именно чудес. Больше даже. Шаббат шалом всем, Таня пишет, да. Шаббат шалом. Слава Богу. Шаббат шалом. Ой, братья, сестры, слушайте, отец, я благодарю тебя за этот шаббат наступающий, да, и пусть это будет шаббат чудес твоих знамений. Господь, много чудес ты совершал, и здесь, в Киеве тоже много чудес всяких совершалось уже в прошлые эти годы. Интересно, что люди, кто вообще не знал Иисуса, получали мгновенное исцеление. Да, кстати, да, очень часто. Я говорю, вот, когда на Блаблакар, допустим, да, значит, путешествуем, вот, значит, или где-то в автобусе, или в электричке где-то, в поезде где-то, вот, с людьми нерелигиозными совершенно, которые там, ну, православные, но они там, может быть, раз в год или раз в жизни вообще были в храме только, и все. То есть никак нерелигиозные даже. Вот, и когда проповедуешь, когда молишься за них, они прям так вот на раз-два получают исцеление, представляете, как подтверждение любви Божьей. Да, вот сто процентов. Вот, и принимают спасение, да, и принимают исцеление прямо так быстро, прямо вот как-то даже... Я удивляюсь каждый раз. Удивительно. А в церкви молишься за людей, и редко очень, если там уже человек уже ходит в церковь долго уже, редко бывают чудеса. Что за ерунда? Господь, пусть не будет такого, да. Да, как коллега у источника, Иисус ему слова не сказал о себе. Да, интересно, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, да. И порой действительно много лет уже в ожиданиях движения воды. Но, Господь, Ты есть действительно ответ. Ты действительно есть тот, кто принес исцеление народам. Спасибо тебе, Господь. Завтра, кстати, здесь служение церкви, исцеление народам. Можно тоже посетить их будет, кстати, не было давно у них уже. Люди нерелигиозные исполняют быстрее. Религиозные священные коровы мешают. Ну да, да, всякие, да. Рыжие, нерыжие, всякие коровы мешают. Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо, спасибо. Но в эти последние времена, я думаю, что никакие коровы не помешают. Да, никакие наши забубоны, все религиозные, не помешают. Ни христианские, ни иудейские, ни мусульманские, никакие. Уже это совершается, постепенно уже совершается это. Но это еще больше совершится. Да. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. О, Мессия. Ма-ши-ах, ма-ши-ах. Ма-ши-ах. Алли-ну-я. Слава тебе, Господь Святой. Слава, слава, слава. Слава тебе, слава тебе, слава. Алли-ну-я. Благодарю тебя, Господь, за жизнь, за исцеление, за освобождение. Да, Бог действует как хочет и когда хочет. Да, надо молиться, чтобы прервать в Его воле. Аминь. Да, вот Валентина, да, правду написала, да, сейчас сестра. Да, да, потому что вот я столько раз убеждался. Вот никак не высчитаешь Господа. Можно, конечно, разные теории исцеления, да, можно разные практики исцеления принимать, да, и проповедовать новым. И практиковать. Но Господь всегда, Он нарушает все правила вообще. Он не вмещает священные коровы, это религиозные догмы. Да, да, совершенно верно, да. Ой, я думаю, что у меня там в башке, видимо, целое стадо этих коров. Организованы толпой, коровы шли на водопой. Да, пусть уходят все эти коровы, организованы толпой. Во имя Иисуса Христа. Господь, помоги. Помоги, Господь, помоги. Пусть эта первая любовь, она зажигает наши сердца. Я восхищаюсь. Вот многие верующие восхищаются тоже первыми своими месяцами, годами жизни в Боге. Я даже сейчас вспоминаю, что было тогда, почти 40 лет назад, когда только еще познакомился с ним, переживал его благодать впервые, да, тогда. Исцеление, вот это вот чудеса его, сновидения. Мне до сих пор, вернее, тогда еще помоложе был, казалось, ну, да, ну, было, ну, нормально, классно. Теперь, да, Господь исцеляет всех, а верующие думают, что они недостойны хорошей для исцеления. Да, точно, да. Правда, прекрасное время, да. И, значит, и знаете, вот, сейчас уже стал постарше, и даже самому не верится, что это было в моей жизни. Вот честно, я вот даже за книгу засел, короче, я уже писал, значит, «Мой путь к живому Богу». Можно посмотреть, если кто ВКонтакте пользуется, надо научиться мне файлообменниками этим пользоваться. Но ВКонтакте я, как файл загрузил в PDF и в Word загрузил ВКонтакте. Поэтому, если ВКонтакте зайдете, Сергей плюс Инна, без пробелов. Сергей плюсик Инна. Пробел Журавлевый. Если у вас, когда вы пережили чудо такое и воскрешение и исцеление стадо коров, ну да, му-му, эти коровы, да, все, долой этих коров. Так чудеса ничего не значат, вот эти вот, ну, поймите, люди добрые, что если бы... Я же такой же, как вы человек. Вот, серьезно, совершенно. Вот, и самое интересное, Бог исцеляет и воскрешает, даже независимо от наших коров даже этих. Можете мне выслать, меня нет ВКонтакте. Попробую. Я на Фейсбуке не умею вот это выкладывать. Вот, вот, сам текст этот. Я попробую, наверное, загрузить, знаете, где какой-то файлообменник там, да, значит, и ссылки давать в сетях социальных. Вот, и я, вот, ВКонтакте там опубликовал, да, значит, мой путь к живому Богу. PDF есть у меня. Не, ну, понятно, PDF-то открывается, да, значит, у всех, но... Ладно, хорошо, разберемся с этим. Я сейчас не про то, я сейчас извиняюсь. Я засел за другую книгу, и ту я написал на одном дыхании. Она короткая и просто как краткое свидетельство такое, знаете ли, такое больше такое... Быстрое такое, вот, просто как вот... Я писал буквально прям полдня все то, что там написано. Вот, просто на одном дыхании написал и все. А теперь засел за другую книгу. Вот, в таком как бы уже литературном каком-то таком даже жанре автобиографии. Вот, не знаю, на что это будет даже похоже. Но пока это похоже на вот, как бы вот, воспоминания и немного описываю там, что происходило. И вот, честно говоря, когда засел, за вот... Решился описать то, что было тогда, 40 лет назад. Как я пережил встречу с Богом. И вот вспоминать стал многие моменты. Некоторые вещи стал вспоминать такие, которые я забыл уже, честно говоря, уже. Стал вспоминать. Интересно. Память такая интересная штука. Начинаешь вспоминать давно забытые вещи. И вот я себя поймал на том, вот в эти дни, знаете, на этой неделе, что вот вспоминая эти вещи, вспоминая забытые многие эпизоды, мне самому стало как бы так чудно все. Неужели это со мной произошло? Неужели это было со мной в жизни? Вот самому не верится уже. Интересно. 20 лет назад, когда писал вот мой путь к живому Богу, все оказалось очень просто. И я так просто, быстро писал, и все. Коротенько. А мне сказали еще как раз покороче надо, чтобы можно было в газете дать информацию эту. Поэтому я писал там очень коротко. Вот. А сейчас, думаю, надо вот и книгу издать эту. Да, спасибо тебе, Господь, спасибо. Я к тому, что, интересно, а пройдет еще, допустим, там лет 40, допустим, да, и я буду вспоминать и думать, вот это да, неужели это было в моей жизни? Если, допустим, столетний буду уже, думаю, наверное, чудно будет вспоминать. Хотя, не знаю, я вот был молодым священником совсем еще, на приходе у меня были бабушки столетние, ну, почти 100 лет. В обед 100 лет, как говорят. Некоторых я до сих пор вспоминаю, добрым словом, знаете ли, да, эти бабушки были еще с 19 века родом, как говорится, да, потому что в 91-м, 92-м годах им было уже там далеко за 90, там, 94, 95, 96 лет даже. Это кризис христианского среднего возраста. У меня тоже так сейчас. Христианский средний возраст. Да, слушайте, это что-то такое, что-то с чем-то. Господь, помилуй. Ой-ой-ой, Господь, спаси. Ой-ой-ой, 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 помилуй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На кого же мне еще уповать, как не на папочку родного? Папа мой небесный, я благодарю Тебя за все Да, много знаю, за эти годы много узнал разных и о Тебе разных вещей, и хороших и нехороших, и всяких представлений И узнал об этом мире много всего, и хорошего, и нехорошего, и о себе, и хорошего, и много нехорошего Господь, и я знаю, что Ты по-настоящему, Ты хороший Вот единственное, в чем я уверен сегодня на все 100%, что Ты настоящий хороший И никто нехороший, как Ты хорош, Папа мой Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, да, это Ты Творец всего мира И на кого мне еще уповать? Не на кого Ни на себя Ни на людей Ни на что Только на Тебя Папа, я абсолютно отказываюсь уповать на себя, или на людей, или на кого-то еще, на что-то еще Только на Тебя Папа, потому что Ты хороший Ты хороший И никто нехорош, как Ты, Господь На кого же мне еще уповать? На кого же мне еще уповать? Как не на папочку родного, а в отче Ой-ой-ой, Господь, спаси Ой-ой-ой, помилуй 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 Субтитры создавал DimaTorzok На кого же мне еще уповать, как не на папочку родного? Господь мой, на Тебя уповаю, да? Ни на людей, ни на князей, ай-яй-яй-яй, душа моя, не уповай, ай-яй-яй-яй. Ни на себя, ни на людей, ай-яй-яй-яй, душа моя, не уповай, ай-яй-яй-яй. Ни на себя, ни на друзей, ай-яй-яй-яй, душа моя, не уповай, ай-яй-яй-яй. Аллилуйя! На кого же мне еще уповать, на кого же мне еще уповать, как не на папочку родного? Ой-яй-яй-яй, Господь спаси, ой-яй-яй, помилуй. Ой-яй-яй, Господь спаси, ой-яй-яй, помилуй. Ой-яй-яй, Господь спаси, ой-яй-яй, помилуй. Ой-яй-яй, Господь спаси, ой-яй-яй, помилуй. Ой-нанай-нанай-нанай Ай-яй-яй-яй, 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 душа моя, не уповай, ай-яй-яй-яй. Ни на людей, ни на князей, ай-яй-яй-яй, ни на себя, ни на друзей, ай-яй-яй-яй, душа моя, не уповай, ай-яй-яй-яй. Лишь на Тебя, Господь, уповаю, лишь на Тебя надеюсь, лишь Тебя прославляю. Да, лишь Тебя прославляю. И за все эти годы я в этом убеждался много раз, а сейчас я это понимаю вообще, что только Ты хороший, действительно, только Ты благой. И никто не благ, как Ты, Бог наш. Действительно, только Ты славьте, Господа, все народы, да, аминь, аминь, да. Живи душа моей, славь и Бога, аминь, аминь, да. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо Тебе, Святой, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, благодарю за это прекрасное время. Спасибо Тебе, Господь. Господь, хотя мало что понимаю, но я понимаю самое главное, Господь. Я понимаю, что Ты благ, и Ты хорош, действительно, Ты хороший. Бог благый по всяк час, по моему сердце. Аллилуйя, Бог благий, Бог благий, Бог благой, всегда, всегда, да, Господь. Спасибо Тебе, спасибо, спасибо Тебе, Святой, спасибо. Благослови, благослови нас, благослови, благослови, благослови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Святой, спасибо, спасибо. Душа моя жаждет только Господа, Ибо он моя надежда. Душа моя жаждет только Господа, Ибо он моя жаждет только Господа, Ибо он моя жизнь верит. Господь, благослови нас, благослови нас, благослови нас. Моя надежда, Бог моя защита, Непоколебимая, Бог моя защита, Непоколебимая, Бог моя защита, Непоколебимая, Бог моя защита, Непоколебимая, Бог моя надежда, Непоколебимая, Бог моя надежда, Непоколебимая, 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 Душа моя жаждет только Господа, Тепоколебимая, Непоколебимая, Непоколебимая, Душа моя жаждет только Господа, ибо Он, Бог моя, надежда. Бог моя, надежда непоколебимая, Бог моя, надежда непоколебимая, Бог моя, надежда непоколебимая, Бог моя, надежда непоколебимая, Ты моя, надежда непоколебимая, Бог моя, надежда непоколебимая, Бог моя, надежда непоколебимая, Бог моя, надежда непоколебимая, 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 Здесь мессианские общины собираются Благословляю братьев Мы сегодня уже начинаем Шаббат встречать